Знайте, что ревность – это нежелание соучастия другого в чем бы то ни было. Известный праведник Ашшибли сказал, «Ревность бывает двух видов – человеческая ревность к навсам и божественная ревность к сердцам». Ашшибли также говорил, «Божественная ревность к вздохам человека – это напрасная их трата на что-либо другое помимо Всевышнего Аллаха». Говорят, ревность бывает двух видов – ревность Всевышнего Аллаха к рабу, нежелание Господа – обращение своего любимого раба к людям, и ревность раба к Аллаху – посвящение рабам всех своих состояний и каждого вздоха лишь одному Всевышнему Аллаху. Ревность к Аллаху обязывает раба возвеличивать предписание Творца и очищать свои деяния для Него. Знайте, что правило Всевышнего Аллаха по отношению к своим любимцам овлия таково. Если в их сердцах займет место что-либо помимо Творца, или если они обратят внимание на что-либо другое помимо Создателя, то Аллах мешает им в этом. Всевышний ревнует к их сердцам, всецело и искренне обращая их к себе, освободив их от всего постороннего, что было в них. Это подобно случаю с пророком Адамом, мир ему. Когда Адам, мир ему, подготовил себя к вечному пребыванию в раю, Аллах вывел его оттуда. Подобное же имело место и с пророком Ибрахимом, мир ему, который стал восхищаться своим сыном Исмаилом, мир ему. Аллах велел ему принести сына в жертву, пока чувство восхищения не покинуло его сердце и его душа не очистилась от этого. А после этого Творец повелел вместо сына принести в жертву барана. Посланник Аллаха, мир ему, сказал «Нет никого более ревнивого, чем Всевышний Аллах». Из-за этой ревности Создатель запретил все непристойности, тайные и явные. Также пророк, мир ему, говорил «Поистине, Аллах ревнив и поистине верующий ревнив». Ревность Всевышнего Аллаха проявляется тогда, когда верующий раб совершает то, что Аллах ему запретил. Ученые отметили, ревность, о которой говорится в указанных хадисах в описании Всевышнего, не похожа на ту, которая присуща людям, потому что Всевышнему нельзя приписывать качества, указывающие на недостатки. Качество Аллаха не похоже на качество его творений. Ревность в качествах Творца означает, что он удерживает от непристойных поступков, запрещает их и защищает от них. Потому что ревнующему свойственно удерживать объект ревности от непристойного поведения. Это поясняют следующие слова пророка, мир ему. Из-за этой ревности Создатель запретил все непристойности, то есть удержал от них и запретил их. Всевышний Аллах сказал смысл. «Скажи, о пророк, воистину мой Господь запретил непристойные поступки, будь они явные или тайные». Сура аля Раф, аят 33. Рассказывает от праведника Ассари Ассакати, что как-то раз в его присутствии прочитали слова Всевышнего. Смысл. «Когда ты, о пророк, прочитал Коран, между тобой и теми, кто не верит в вечную жизнь, мы установили закрывающую их завесу». Сура Алисра, аят 45. Тогда Сарий спросил у сподвижников, «Знаете ли вы, что это за завеса? Это завеса ревности. Нет никого более ревнивого, чем Всевышний Аллах». Смысл слов «Сария» — это завеса ревности, заключается в том, что Всевышний Аллах сделал неверующих недостойными познания истинности религии. Всевышний Аллах очень ревнив. Ревностью Всевышнего объясняется то, что Творец не сделал другого способа его познания, кроме своего пути. Еще говорят, что Аллах, причист он, не спослал откровения одному из пророков. «У некоего человека есть нужда ко мне, и у меня есть к нему нужда. Если он выполнит мою нужду, то я выполню его нужду». Этот пророк обратился к Аллаху. «О, всемогущий Аллах, как может быть у тебя нужда к кому-либо?» Тогда Всевышний сказал смысл. «Сердце того человека занято другим помимо меня. Пусть он освободит свое сердце от этого, и я исполню его нужду». Один из благочестивых людей рассказал, «Когда я обходил местность горы Лубнан, вдруг появился один юноша, загоревший от солнца и ветра. Как только его взгляд упал на меня, он стал убегать, желая одиночество. Я сказал ему, «О, брат мой, скажи хоть слово наставления, может быть, я получу пользу от него». Тогда он быстро повернулся ко мне и сказал, «Будьте осторожны. Аллах очень ревнив. Он не любит видеть в сердце своего раба что-либо другое помимо него». Духовный наставник Абу Али Аддакак сказал, «Когда некий бедуин вошел в мечеть посланника Аллаха, мир ему, исправил там свою малую нужду, сподвижники поспешили выдворить его. Пророк, мир ему, сказал, «Бедуин поступил непристойно». Сподвижники забеспокоились. Им стало тяжко от того, что увидели человека, потерявшего стыдливость. Также и человеку, познавшему величие Всевышнего Аллаха, тяжело слушать поминания, зикр, которые совершает человек с беспечностью в сердце. Также, как тяжело повиноваться тому, кто поклоняется Творцу, не оказывая ему при этом должное почтение и учтивость. Милосердие. О мусульмане, знайте, что Всевышний Аллах жалеет своего раба больше, чем его родители. Каждому, кто стремится обрести милость Аллаха, следует проявлять милосердие к своему брату. Кааб Аляхбар сказал, что в Инжели, Евангелие, написано, «О сын Адама, насколько ты будешь милосерден к другим людям, настолько будут милосердны к тебе. Как ты можешь надеяться на милость Аллаха, когда ты сам не проявляешь милосердия по отношению к его рабам?» Пророк мир ему сказал, «Аллах милостив к тем, кто милосерден к другим. Будьте милосердны к тем, кто на земле, и Владыка Небес будет милосерден к вам». «О мусульмане, остерегайтесь отворачиваться от кого-либо из грешников, когда он просит у вас лекарства. Таким лекарством является поминание Аллаха, зикар». Имам Аш-Шаарани сказал, «Тот, кто не будет смотреть на ослушников взглядом милосердия, выйдет из тариката. Никогда не делай наставление человеку оставить плохие дела, пока в сердце своем ты действительно не сжалишься над ним». Пророк мир ему мягко обращался к человеку, если надеялся, что он примет ислам. Потому что мягкие слова дают больше надежды на то, что человек воспримет наставление. Среди последователей тариката известно, что в глазах тех, кто призывает к Аллаху, любой мусульманин, не выполняющий предписания ислама, фасик, подобен вещи, которые они сами потеряли. Где бы призывающий не нашел ее, он ее подберет. Пророк мир ему также отмечал. «Взгляд в лицо брата по вере с любовью ради Аллаха лучше, чем награда, предназначенная за Иттикаф, пребывание с целью поклонения Аллаху в моей мечети в течение сорока лет». Поистине, милость Всевышнего Аллаха безгранична. Пророк Давуд, мир ему, передает следующие слова Всевышнего. «Прости тысячу людей для меня желание, чем наказать одного огнем ада, ибо я прощающий грехи и милостивый». Рассказывают, что некий человек пришел к пророку, мир ему, и рассказал ему. «У одной женщины, когда она была на крыше дома, из рук выпал ребенок, и она из сострадания к нему бросилась за ним». Пророк мир ему тогда сказал, «Поистине, Аллах милостив к моей общине больше, чем эта женщина к своему ребенку». Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания. Субтитры создавал DimaTorzok